На старте 10 команд. Многие ребята, чтобы подчеркнуть атмосферу предстоящей борьбы, переоделись в военную форму. В процессе квеста им придется быть снайперами и минерами, проявлять свои знания в топографии и дешифровке. Сталинградская битва, которая стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне, длилась 163 дня. Защитники стояли насмерть. За Волгой для них земли не было. С каждым годом нужно увеличивать количество мероприятий, в которых ребята познают историю, узнают, как воевали наши деды, как это было страшно. И насколько нужно помнить те события страшные и не допускать, чтобы они повторились. Всероссийский исторический квест «Сталинград» проходит по инициативе Общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В городе активистов поддержало Армавирское отделение молодой гвардии «Единая Россия», студенческий совет и отдел по делам молодежи. В поддавке играть никто не собирается. Все задания квеста специально разрабатывали профессиональные историки. Цель игры – быстрее всех собрать 10 символов, из которых нужно сложить кодовое слово. Каждый символ находился в определенной точке. Чтобы его получить, необходимо правильно выполнить задание. Но для начала надо было расшифровать положение точек на маршруте. По легенде игры, каждая команда – это взвод морских пехотинцев. И первое, что надо сделать – выбрать командира. По званию он старший лейтенант, и тут потребовалось знание воинских различий офицерского состава Красной Армии. В центре города можно было видеть группы молодежи, перебегающие от одной точки маршрута к другой. В городском дворце культуры свое мастерство демонстрировали снайперы. Каждой команде требовалось набрать 100 очков. А вот в пункте, расположенном в АМСТ, задание было посложнее. Командам надо было соотнести участок переправы 284-й дивизии с немецкой картой. Оказалось, что вам навстречу двигался солдат с важным поручением из Сталинграда. Он тяжело ранен. Сказал, что изменилось место переправы через Волгу. Все в этой записке. Она зашифрована. Но ключ к шифру солдат так и не успел сказать. Умер. Только две фразы. В этот день началась. И используйте цифры без нулей. Кроме знаний топографии, от команд еще требовалось знать немецкий язык. Но это задание не самое сложное, признались участники. Самое сложное – это даже не ориентировка по карте, а, скорее всего, битвы, которые происходили в Сталинграде. Название – битвы или операцию. Это был кроссворд, который мы разгадывали, не самый сложный оказался. Кроссворды по датам важнейших боев, прохождение заминированной врагом территории, где можно было подорваться на неправильном ответе, поиск решения сложных вопросов требовал знаний истории, смекалки и добавлял азарта. Командам на маршруте помогала физическая подготовка вместе со знаниями. В результате игры «Быстрее всех!» кодовое слово «Сталинград» собрала команда АМТТ. На втором месте АМТИ Политех, на третьем – студенты юридического техникума. Лариса Юровская, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».